Большинство садоводов и огородников знает, что облепиха растение двудонное, то есть двуполое. У облепихи есть мужчины и есть женщины. То есть плодоносят, дают ягоды женские экземпляры, а опыляют их мужские. Но мужское растение очень неудобное. То есть если мы его посадим рядом с женскими, обычно там на несколько растений сажается одно мужское. Ну вот оно как-то все время мешается, оно растет очень мощно, сильно, потому что оно не обременено плодами. Поэтому вот вырастает большое, приходится его постоянно обрезать, в общем неудобно. Поэтому мужское растение обычно отсаживают куда-то там подальше за забор, 50 метров достаточно для опыления. Облепиха растения ветроопыляемая, желательно, чтобы ветер оттуда дул постоянный. Ну а как отличить мужское от женское? Ну очень просто, по почкам. У женского экземпляра почка вот такая вот с сердечком, а у мужского, ну вот смотрите, такие почки чешуйчатые, похожие на маленькие ананасики или на шишечки. В общем-то достаточно просто. Единственное, у молодых экземпляров не всегда вот эта разница проявляется. И поэтому, если маленькие облепишки, там не всегда можно определить точно, мужской это экземпляр или женский. Ну а что же вот делать, если нет мужского экземпляра, а сажать не хочется или взять негде? Ну у меня тоже нет, у меня тоже нет, но я обхожусь по-другому. То есть я еду туда, где есть мужская облепиха, я знаю, много-много зарослей мужской облепихи, нарезаю вот таких вот веточек, дальше беру вот такую вот бутылку, вот она у меня приготовлена. Вот, вот видите, я поставил ее в воду, вот они мужские веточки, и теперь я повешу вот сюда вот кусочек, повесил. Все, для опыления хватит. То есть это вот моя облепиха, она опылит вот эти вот несколько моих женских экземпляров. В общем-то, что мне и требовалось. Ну а потом можно выкинуть, а можно и в принципе укоренить, потому что облепиха обычно в воде пускает корни, и вот когда снимаешь бутылку, обычно там есть корни. Ну если жалко, можете куда-нибудь там отсадить, опять же, за забор. Ну вот такая вот облепиха, растение интересное, растение очень полезное, растение, которое, пожалуй, недооценено. Помните о том, что есть современные сорта облепихи, которые не такие колючие, как старые, у которых ягода не течет при сборе, у которых отрывается она с плодоножечкой, и достаточно крупные. А вот так. Продолжение следует...